Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Посмотрим, какое задание нам добавили, почему песцы начали бегать в районе Морленда, а также, что за странное существо стало появляться на фотографиях. Так что устраивайтесь поудобнее, наливайте чаечек или же оседлайте своих коней и... поехали! Задание тут достаточно коротенькое и очень простое, поэтому мы пройдем сегодня вместе с вами. Около Морленда появился лесничий Джойс, давайте поговорим с ней и узнаем, что она тут делает. Говоришь, тебя отправили мне на помощь? Хм, много знаешь о животных? Что тебе известно о песцах? Послушай разговор. Здесь у нас некое собрание? С ковбоями? Если ты у нас такой специалист, ответь на вопрос. В 2019 году самка песца проделала путь из Норвегии в Канаду, через Гренландию и Северный полюс. Всего за 76 дней, правда или вымысел? Эм, погоди, я не говорила, что я специалист. Да, это правда. В среднем она преодолела 46 километров в день, а рекордные дни целых 155 километров. Ладно, вот еще вопрос. Постой, что такое? Сэр, можно потише? Я здесь вообще-то провожу собеседование. Да, я провожу встречу с Домом Советов по очень важному делу. Так что, может, это вы будете говорить потише? Простите, но я сильно сомневаюсь, что тема вашей встречи может быть важнее ущерба, которое изменение климата наносит местам обитания диких животных. Некоторых из них стали замечать в очень необычных местах. Вот это поворот, так ведь я говорю о том же самом. Значит, вы знаете. Еще бы не знать. Наездники на маршруте клуба Бобкот обнаружили, по их словам, снежного человека. Что? Нет, песца. Вот они разочаровались-то, наверное. Это шутка. Он же шутит, да? Такой весельчак. Ха-ха. Знакомься, это скот Баттергут. Охотник на криптидов. Вранье. Нечего на меня наковаривать. Криптиды – выдуманные существа вроде лохнесского чудовища. А меня интересуют только те, что доказаны наукой. Оборотни вампиры и снежные люди. Я так говорю, потому что видел их своими глазами. Я, как и все, навидался медведей, горных львов, лис всяких. Это я про животных, а не про клуб Флайлинг Фоксис. Но еще я видел снежных людей. И не раз. Эти косматые белые верзилы под 3 метра ростом и ревут громче трактора. Как-то я наткнулся на одного, у которого были вот такущие клыки. И тогда даже был ни один. Только вот как назло камеру с собой не прихватил. Зато тот парень, что со мной был, попросил сфотографировать его на его камеру. И что ты думаешь, снежный человек появился, как только этот парень пошел домой? Так что подтвердить мои слова он не может. Хм, как удобно. А в другой раз я решил прокатиться в ночи. Еду, еду и вдруг вижу. Где-то в 20 метрах впереди из высокой травы прямо на меня глядит кто-то. Глаза горят, как раскаленные угли. Поэтому это существо как поднимется, зуб даю. В нем было не меньше 3 метров. Я достал свой старый телефон, щелкнул его и тут же дал деру. Где фото? Увы, у меня не было навороченного режима ночной съемки, так что на фото ничего не разобрать. Но я-то знаю, что видел. Да, это, наверное, был енот. А ты просто перенервничал. Хочешь сказать, я трус? Нет, это был не какой-то там вредитель. Ну все, ты меня разозлила. Успокойтесь, мистер Баттергут, вы никого не убедили. Дарья, вернемся к нашим песцам. Хочу напоследок еще раз убедиться, что ты готова помогать в нашем исследовании. Только не закатывай глаза. Как ты думаешь, как песцы могут ходить по льду без вреда для лапок? Ммм, у них есть шерсть? Они покрыты шерстью. Песец – единственный вид из семейства псовых, у которых подушечки лап покрыты мехом. Вот это правда придумала, да? Ну что, я готова перейти к следующему этапу документирования в нашем расследовании. Расследование о песцах, я имею ввиду. Какой-то нудный персонаж. Как я и пыталась объяснить, пока скот меня не перебил, глобальное потепление влияет на многих животных. Вот песцам, к примеру, нечего делать в Морланди. Но наездники говорят, что видели этих малышей на маршруте клуба Бобкот. Вот, разумеется, они могли ошибиться, но я бы хотела, чтобы ты проверила и привезла мне фотографии. Согласна? Отлично. Но мне хотелось бы еще раз удостовериться, что ты знаешь этих животных. У песцов есть два вида окраски. Назовешь их? Белый и бурый. Белый и голубой. И вот что удивительно. Белые песцы летом становятся буроватого цвета. Хотя у наших юринских песцов такой летней маскировки не наблюдаются. Они не сбегут? Могут, если подойдешь слишком близко. Просто используй на камере приближения. Ты пойдешь со мной? Ну нет, меня от этих существ с острыми зубами и темными глазами жуть берут. Поэтому я поручила задание тебе. Какой из тебя лесничий, который боится песцов, хотя только что переживал об их среде обитания? Сфотографирую песцов на айсберге. Ну что ж, давайте проедем к месту, где нужно их фотографировать. Около Морланда появилась ледяная тропа, ведущая к гигантскому леднику, который, видимо, откуда-то приплыл. Там и нужно будет фотографировать всех песцов. И, вернувшись обратно к лесничему, начинаем с ними разговаривать. И зачем мне камера? Мне нужны фотографии. Песцов. Фотографии песцов. А, я поняла. Тебе удалось сделать фотографии. Только не могу же я предоставить в качестве доказательства камеру, правда? Нужно распечатать фотографии. Как это у тебя нет принтера? Какой-то очень странный лесничий, слегка тугодумный. Ладно, отвези камеру Дженни, она у загона. Джена поможет распечатать фото. Потому что до нее очень долго доходят в какие-то простые вещи. Ну, давайте отвезем камеру Дженни. Привет, Дарья, я приехала на тренировку? Нет. Лесничий Джойс попросил распечатать фотографии? Разумеется, я помогу с ее экологическим исследованием. И тут мы видим на фотографии, что на заднем плане виднеется Йети. Ого, что это у тебя там? Фото снежного человека? Похоже на песца. Ох, снежный человек! Дарья, ну ты даешь, это лучший день в моей жизни. Пора отправиться на поиски. Покажи ли сничему Джойс, это неопровержимое доказательство. Я пока соберу снаряжение для нашей охоты. Ну, сейчас-то она должна будет поверить. А, вернусь, показываю фотографии. Я не поверю своим глазам? Это еще почему? Дарья, этого я и боялась. Что, Скотт окажется прав? Что? О чем ты? Смотри, это фото доказывает, что песец убежал за пределы естественной среды обитания. Беда. Что значит там снежный человек? Так, видимо, я тебя недостаточно проверила. Песца можно назвать полярной лисицей или арктической лисой, но никак не снежным человеком. Не шутишь, правда? Ты говоришь прямо, как Скотт Баттергуд. А, уже показала ему фотографию, он поверил? Дай-ка я взгляну еще раз. Нет, это подделка. Ты что-то сделала с фотографией. Видимо, помешательство Баттергуда заразно. Вот какая зануда. Ну вот теперь придется искать для отчета другого фотографа. Иди-иди, общайся лучше со Скоттом. Да я же правду говорю. Теперь нужно выполнить несколько заданий у Скотта. Что там твоя подружка из лесничных? Не поверила? Нет, конечно, чего удивляться. Не все открыты для чудес, которыми наполнен мир. Люди думают, я наивная, а я просто поэт в душе. Можешь помочь мне разобрать снаряжение и сделать западню? После того, как мы поможем собрать снаряжение, а также найдем веточки и сделаем ловушку, нужно будет подождать следующего дня, чтобы узнать, что будет дальше. Ну а следующая часть данного обновления находится в деревушке Санты. К нам приехали магические кони и их питомцы. Первой лошадью является единорог Сильван. Это лошадка на основе модельки Пасафина, которая действительно является первым единорогом в игре, причем полноценным. Если до этого нам делали уздечку с рога, то сейчас нам сделали целого единорога, который очень красивый. В магическом виде это белоснежный единорог, у которого в темноте светится единорог и элементы хвоста и грибы с копытами. А в обычном виде это светло-серая с некими вкраплениями Пасафина. Еще одна лошадка у нас является Каутер. Каутер на основе модельки исландской лошади третьего поколения. Внешне ничем не отличается, кроме особенности заваленности снега и, конечно же, немножечко замороженных усиков. В остальном никаких различий. Как будто просто вашу исландскую лошадь завалилась снегом. Теперь о питомцах. Питомцы продаются не рядом с лошадками, а именно у торговцев питомцами зимней деревушки. Нам добавили сарию, зимнюю совушку, которая в темноте также имеет цветовые элементы. Это глаза, кончики перьев и когти. Они очень ярко светятся в темноте. Ну а также зайка, а точнее кролик Лейка, который является неким подобием магической исландской лошадки. Питомцы стоят по 350 СК и купить их будет можно только пока идет зима в Старстейбе онлайн. А также в деревушке Санты добавили еще одну гонку, которую вы можете найти немножечко западнее от основной части деревни, управляющей гонкой пингвинами. Эта гонка, по-моему, была в прошлом году и в ней вы катаетесь вместе с пингвинятами. Здесь также вы получаете два зимних жетона, 50 шиллингов и 300 опыта лошади. Все это вы будете получать ежедневно при выполнении данных гонок. Ну а также в магазинчиках, в магазинчике Бутик Морозной Коллекции нам добавили еще один новый сет, в который вы можете приодеться, чтобы не замерзнуть. Он называется Кардиган Какао Зефира. Весь сет так и называется. Он содержит в себе комплект одежды и комплект амуниции на вашу лошадь с конкурным вольтрапом. Ну а на следующей неделе нас ждет отчаянная схватка, некий одинокий бесец, а также фестиваль фейерверков. Ну а на этом все, я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео. А я пойду собирать несобранные подарки.